Ура, друзья! У нас с вами прямой эфир, когда не хочется секса, когда низкая либидо, когда нет желания вообще заниматься любовью со своим любимым человеком. И в этом видео вы узнаете, как всегда, максимум полезной информации, как с этим поработать, что нужно устранить, на что обратить внимание и как себе самое главное помочь. Так бывает, что приходит ко мне в консультацию мужчина, либо женщина и говорит, я не хочу свою любимую. Мне она больше как будто бы неинтересна, как будто бы падает энергия, как будто бы что-то внутри происходит. Что нужно понимать для себя, почему такое возможно? Во-первых, это не всегда про нежелание быть с человеком. Иногда это совершенно про другую симптоматику, о которой вы даже, возможно, и не думали. Очень важная информация, которую я сейчас буду давать, обратите на нее, пожалуйста, внимание. Муж обижается на меня, но мне просто хочется спать, вот это и все. Часто говорит мне одна моя клиентка. Мы хотим детей, но занимаемся этим, потому что надо, а не потому что полезно, потому что старость кипит. Я его люблю, но секса не было уже несколько месяцев. Обратите внимание, несколько месяцев у молодой пары. Такие типичные жалобы моих пациенток или клиентов, собственно говоря, не всегда связаны только с половым инстинктом. Супер важный вопрос. Либидо, влечение к противоположному полу, что, как происходит. Все это связано с гипоталамогипофизарной осью и со стрессом. Друзья, сейчас я вам расскажу некоторые ключики, которые вы можете обнаружить. Либидо окружено просто множеством мифов на то, что регулярный секс лежит в основе репродуктивного здоровья и служит залогом хорошего семейного микроклимата. Это вам известно. Но вы можете как угодно себя убеждать в том, что всякое бывает, не должны знать, что на уровень вашего сексуального влечения может повлиять гормоны, могут повлиять физиологические боли и лекарства, такие как антидепрессанты и коки. Также вместо секса обычно раз за разом выбираем кекс. Девушки, обратите внимание, раз за разом вместо секса у нас кекс либо пирожочек. И супруг храпит, а мы хрустим. Вот именно так фактически три четверти случаев пониженного либидо происходит из-за гормонального дисбаланса или, как вы часто говорите, сбоя. Например, у женщин, которые у меня консультируются в пременопаузе, физиологические проблемы, такие как сухость, влагалище и много-много другого. А бывает, у мужчины не стоит, потому что слишком много тревоги, слишком много кофе, слишком много ответственности. И это тоже сильно влияет. Даже банальная смена работы, переезд очень сильно связаны с либидом. Поэтому обратите на это внимание свое. Каждая женщина, начиная с 25 лет, а то и раньше, все проблемы со здоровьем решает очень быстро. На самом деле причиной может быть что угодно. Снижение гормона, ДГА, надпочечников, тестостерона, повышение кортизола, понижение эстрогена или прогестерона. Гормонов много. И все это сильно-сильно влияет. И прекурсоры, которые сильно проявляются, это отсутствие витаминно-минеральных комплексов, неправильно, несбалансированная диета и, конечно же, вечная плаксивость. И здесь вам поможет, конечно, превентивный психолог, нутрициолог. Как только в случае разбора комплекса вы сможете вытащить себя на должный уровень состояния секса. Друзья, если видео было вам полезно, пожалуйста, пишите комментарии. Я очень забочусь о вашем благосостоянии и особенно о том, как вы воспринимаете данную информацию. До новых встреч!